Всем привет! Смотрите, какую красоту привозили на оптовый цветочный рынок. Это лудизи, драгоценные орхидеи. Прямо скажем, такие редкие расцветки. Ну, такая вот бывает, очень редко, но бывает. Но вот я стараюсь на солнышке их показать, как они переливаются, но плохо получается. Честно говоря, с разных сторон очень красиво. Вот это как зеленый бархат. Нет, не видно. Ну, немножко видно. Вот это полосатик. Вот эта полоса серебряная. Все очень красивые, но, к сожалению, они не продавались. Уже оптовики их все забрали, я попросилась поснимать только. Вот в соседний магазин, орхидея, поступили такие башмачки, чисто белые. У меня вот есть с оценки белый башмачок, но листики у них вот не такие пятнистые. Там что-то видно, какие-то разводят. Но я жду, когда он зацветет, не знаю как. Вот такой маленький, ну, что удивительно, я вот впервые вижу таких малышей в продаже. Тут цветочек уже засыхает. Это как обычный пафик. Вот это совсем уже пергамент. И вот там чуть-чуть розовый какой-то выцвел. Непонятно. Но цена у них, ну, Мауди. Тоже в небольшом размере. Ну, цена у них дороже, чем вот в Мауди, например, в магазинах встречается. Еще был вот такой пилорик. Ну, и сразу скажу, я его не купила. Цена заоблачного для одного цветоноса. Поэтому, ну, как бы сейчас и заказчиков нет. Ну, просят, просили, вернее, давно, летом, сейчас осень. Поэтому, ну, просто полюбуемся. Розетка большая, а цена у нас один. Подвезли немного новых еще фалинопсисов. Вот белый, чисто белый. Леко Фантастик. И вот очень похожий на пенив. Ну, вот, который распускается, цветочек, и верхний, он еще более-менее похож. А вот остальные, как-то меня немножко остановили. Ну, и опять же, даже те, кто заказывал, цветочки не забирают. А уж новые покупать я не буду, конечно, просто так. Вот там красивый бегли. Котики. Ну, котики с одним цветоносиком. И вот, смотрите, вот этот сломанный цветочек, он защипчиками. По типу бабочек, ну, нижние лепестки. Почему-то в последнее время вот котики именно с такими нижними защипчиками. Ну, не полностью. Один, вот, с двух сторон защипчик. Защипчик и на одном цветочке один всего, лепесточек такой. Ну, вот стоят еще красотки лаковые. Азиаты. Ну, пойдем посмотрим, что еще. Ну, вот эти, такие, салатовые орхидейки. Видимо, среди них был в мексе вот пилорик тот. Ну, и, пожалуй, что-то нового найти. Такие, вот, красивые, красивые, такой, насыщенный цвет, малиновый, там, розовый, желтый даже, на дуге. Еще такие салатовые зеленые. Не знаю. Нет, это не феррала. Да, вот есть вот цельночки, я обратила внимание. Вот понравилась мне парфюмерная фабрика. Ну, я стала внимательнее рассматривать ее розетку. Вроде такая богатая. Думаю, вдруг две даже там розеточки. Но они вот там отгнивают и сыпятся в листочки. Хотя, вот, если снять, может быть, пакетик, может быть, можно рассмотреть детально. И вот, среди уцинок, увидела такой пилорик. Мультифлора. Тут мне проблемка, да. Ну, в принципе, почистить можно. Вот такие мы часто видим миничками. А тут такая полноценная мультифлорка. Вот большая, довольно, розетка. У него цинки. И вот, стала рассматривать, смотрю, пилорик. Ну, защипчиками внутри все как положено. Ну, лепесточки такие. У него плотненькие. Ну, подробнее я покажу его в покупках. Я его купила все-таки. Мне нравятся вот такие розетки длинные. Мультифлоры. Ну, обычно мультифлоры или вот мелкие. Похожи чем-то вот на японские минички такие. Вот, видите, защипчики. Может, просто не заметили его, потому что очень много простых цветочков такой же расцветки. Вот там целое поле, полянка их. Они распускают бутоны. Ну, что-то рассыпается. И филалочки. Снимаю вчерашние свои покупочки. Начнем, наверное, с малышей. Вот такую мультифлору я обнаружила на ауцинке. Вот так вот. Ну, так она плотненько сидит. Вот корешки есть. Даже немножко сорвать. И много воздушных корешков. Сейчас розетку покажу. Такая длинная, интересная. Ну, и оказывается, это пилорь. Ну, там много было распущенных. Такие плотненькие, они переливаются. Цветочки. Я как-то покупала такие, только крупнее немножко. Ну, вот там стоит их масса. Ну, наверное, уже посмотрели. И вот кустик пилоричный. Он защипчиками. Там и защипы такие крупные. Ну, возможно, в домашнем цветении он будет крупнее немножко. Ну, это акустик нарядный такой. Смотрите, хороший. Ну, взяла, потому что он хороший. И цена хорошая. Поэтому, если кому-то приглянулся, пишите, девочки, ВКонтакте. Ну, или на WhatsApp. Ну, на WhatsApp мы позже переходим. Когда уже списались ВКонтакте. Потому что на YouTube не рекомендуют ну, как и озвучивать, и писать, телефоны, там, адреса. Много он даже как бы в спам отправляет. Вот мне несколько человек писали свои телефоны в YouTube. Ну, некоторые проходят, а некоторые он сразу отправляет спам. Вот. Бабочка. Вот и флорка. Ой, первое слово забыла, второе даун. Ну, как-то еще по-другому ее называют. Тоже хорошее. Немножко вот подсохло. Два таких кустика. Мне почему-то нравятся такие мелкие, когда их много-много. Ой, там что-то еще один цветоносик, что ли. А нет, это уже. Действующий. Вот распускаются новые цветочки. Такая красотулечка. И вот привезли в миксе вот такую красавицу Клеопатру. Мне нужна Клеопатра еще одна. Ну, вот эту заметила из чужих обзоров. Мне написала моя зрительница, что попросила посмотреть. Я вот поехала и нашла. Вот, корней много. Я и фотографировала уже, но покажу подробнее. Хотим срочно отослать, пока тепленько. Даже не сушим дополнительно. Постараюсь все теплить максимально. Бутоны распускают. А ну, свежий завоз вот в миксе там по несколько штук. Ну, вот эта красавица бархатная. Ну, она темнее, конечно, тут на вишне. Сняла пакетики, тоже отставила. Вчера не стала раскрывать. Поснимала корешки, отправила хозяюшке. Ну, вот еще чуть-чуть темнее. Вот верхняя вроде смотрится. Бутоны. Ну, вот. Такое тоже у меня спрашивали, но... Вот по одной штуке. В миксе. Ну, еще там был похожий на пенив. Ну, я засомневалась. Пенив меня тоже просили. Ну, давненько как бы молчат про пенив. Поэтому... Я там поспрашивала, кто поближе ко мне. И он как-то как мутирующий пенив. Ну, немножко не такой, как я вот. Да. Хотя, возможно, цветы такие, цветом от освещения, в котором они росли. Дома бывает и ярче, бывает бледнее. Ну, как поставить и какой свет. Ну, вот такие немногочисленные покупки у меня. Ну, зима на носу. Что делать? Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok